София, мать девочек, была женщиной христианской, жила в самом начале II века. Надо отметить, что до 313 года православные верующие люди, христиане, в Римской империи подвергали жесточайшим галинам. И само по себе исповедание христианской веры было преступлением, достаточным не просто для смертной казни, а для учительного конца человека. Поэтому христиане старались скрыть свою принадлежность к христианской вере по возможности, хотя не всегда это удавалось. София, родив дочерей своих, назвала их именами трех главнейших христианских добродетелей. Верой, надежды, любовь. И не просто так, она хотела воспитать своих дочерей для Царства Небесного. Их пример, они пострадали в 137 году, во время царствования императора Андриана, который правил с Римской империи с 117 года по 138, явил для последующих христиан образец вот такой мученический добродетель. Мученик само по себе слово означает свидетель, свидетель для других людей. И что мы видим вот с точки зрения земного вот такого рассуждения? Мы видим, что матерь родила детей, и этих детей из-за ее взглядов замучили до смерти, как преступников. Хорошо ли это? В общем-то, с первого взгляда это плохо, это трагедия, это трагедия. Но на самом деле это победа. Победа, потому что настоящая жизнь человека начинается только после Суда Божия, там вечность только начнется. А наша земная жизнь – это лишь подготовка. И несмотря на то, что вот эти ее дочери были подвергнуты жесточайшим страданиям, самое главное страдание претерпела их мать, видите, как ее дочери страдают, но они были награждены благодатью кожей и мученическим венцами. Их пример явил для следующих поколений христиан, для обыла их немало. И мы знаем, что гонения продолжались. Начало второго века, первая половина – это было только начало вот этих жесточайших гонений. И вторая половина – второго, и весь третий век, по сути, это был век мучеников. И их пример, их вот дочери веры, надежды, любови был для них таким вот светоносным образцом. И имена их просто не понять, потому что на самом деле без христианской веры, без благодати Божьей до конца понять, что такое вера, что такое надежда, что такое любовь, довольно сложно. У апостола Павла, в его посланиях сказано, что христианские добродетели веры, надежда, любовь, любовь из них большая. И сказано свойство любви. Любовь долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, радуется же истине, всему вере. И любовь никогда не перестает. И вот эти вот самые главные черты, которые проявляются в верующем человеке. Ну, вера, в первую очередь, обращена к Богу. И вера к Богу помогает человеку двигаться дальше в жизни, претерпевая те невзгоды, понимая, что все, что случается в нашей жизни, не случайно и не просто так происходит. Бывает так, что человек сначала неверующий, и вот этой веры не имеет. И вроде живет благополучно, и все у него в жизни хорошо, и там дети здоровые, и так, работа, и семья, все благополучно. Как только начинает человек ходить в храм, исповедовать свои грехи, каяться, бороться со своими страстями, старается угодить Богу, то обращает внимание, что как только он как-то оступается, Господь его тут же наказывает каким-то образом. И кажется, что вот как хорошо я жил раньше, и есть заботы, и хлопот, все было благополучно. Потому что Господь наказывает тех, кого любит. И поэтому Господь, хотя очищение человеку, посылает ему вот это горькое лекарство, которое ему будет на пользу. Господь два раза не наказывает за одно и то же. Если человек претерпел свое наказание уже здесь на земле, в виде какой-то немощи, или какого-то испытания, то претерпев его до конца, он уже за этот грех отвечать не будет. Потому что свое наказание он понес. Так же, как вот эти дочери, конечно, они тяжело мучились, но тем не менее иноград их была великая, но это иноград их хотели. И вот возвращаясь к добродетелям, то вера в Бога является первым, что появляется в сердце человека. Человек начинает верить Богу и приносит ему свое служение. Надежда появляется уже после веры, когда человек на что надеется? Ну, конечно же, надеется на хороший взвод для себя. И смысл человеческой жизни в том, чтобы быть сролю с Богом. И надежда на это, несмотря на все наши грехи, позволяет нам не впасть в уныние. И на самом деле христианство – это не религия запретов. То нельзя, другое нельзя. Это религия радости воскресшего Христа. И Господь в накормной проповеди что говорил? Радуйтесь и веселитесь, я говорю, да, вашего нога на небесах. Господь говорил, да, что спастись человеку своими силами не то, что тяжело, это невозможно. Легче верблюду, например, войти в огольное ушко, нежели богатому войти в Царство Небесное, говорил он в притче, но надо понимать о том, что Господь говорил именно о смирении, терпении христианским добродетелях, которые должны быть. И вот, несмотря на всю сложность нашего пути, мы имеем вот эту надежду на то, что Господь нас не оставит и не бросит. Нам всегда поможет. И казалось, вот, когда человек надеется на себя и на своих близких, думает, что вот сейчас мне станет плохо, и придут мои родители, или братья, или еще кто-то, близкие люди, и они-то мне помогут. А гораздо ближе к человеку находится сам Господь, и вот эта надежда на спасение помогает человеку преодолевать все, что в жизни не случилось, и одиночество для христианина невозможно, потому что Господь ближе, чем родной родитель, чем родная мать, которую даже она может оставить дитя, но Господь никогда. И любовь является вот этой большей добродетелью, которая произрастает в сердце человека. И вот эти свойства любви, которые апостол Павел нам изложил, на самом деле проявляются, когда человек любит не только Бога, но и любого человека. Любовь долготернет. Первое свойство. Ну, это значит, что когда человек кого-то любит, то что бы тот в ответ не делал, вот, например, мать любит свое дитя, или бабушка любит внука, то она все от него будет терпеть, чтобы он тут меня не творил. И сколько бы времени ни было, это же свой внук любимый, и она от него все-все терпит. Так как Господь терпит наши грехи, ждет того, что Господь нас любит. Любовь милосердствует. Милосердие – это когда мы относимся снисходительно к немощью других людей, тех, кого любим, и помогаем как-то, не обращая внимания на какие-то недостатки. Так как Господь, видя наши грехи, их не вспоминает после того, как мы в них покаялись, и посылает нам пути для спасения и преодоления вот этих недостатков. «Любовь не ищет своего». Тот человек, который любит другого человека, не хочет получить все себе, но готов свое отдать любимому, и лишь бы ему было хорошо. Любовь в свойствах вообще любви апостол Павел нанесет вот эти вот слова, как бисер на ниточку, передвигаясь, и порой самое главное – ставит в конце. И самое главное – свойство любви, которое апостол Павел сказал, что любовь никогда не перестает. То есть, о чем идет речь? Вот когда два любящих сердца соединены, то любовь сильнее всего земного, любовь даже сильнее смерти. То есть, жизнь человеческая может, не то, что может, она любого человека, земная наша жизнь прекратится, и мы все смертны, но любовь никогда не перестает, поэтому любовь сильнее, и можно даже, будучи разделенным чертой жизни и смерти, например, любящие супруги, они продолжают любить друг друга, даже если одного из них нету живых, и любовь преодолевает вот эти преграды жизни и смерти, потому что любовь дана была Богом, и человек является результатом любви, вот этой Богом, Бога человеческому роду. И поэтому, и мы, когда любим, то тоже понимаем то, что что бы ни случилось, какие бы расстояния или состояния человеческие нас разделяли, они все равно нас не отделяют друг от друга. Поэтому вот эти добродетели в себе можно и нужно взращивать, сознательно, сознательно преодолевая те препятствия, которые к ним будут. И невозможно до конца любить ближнего своего человека, если мы не любим Бога. Вот, например, любить ближнего, если мы не любим Бога, какое-то время, конечно, можно. Но когда что-то происходит в жизни, то эта любовь очень быстро перестает, когда наступают какие-то невзгоды, несчастья, когда нам тяжело. И когда все хорошо, то легко любить человека, когда все отлично, все благополучно. Но когда эта любовь подвергается суровым испытаниям, если на ней нету в этой любви прочного основания, на основании только в Боге можно такое искать, надежнейшее, то такая любовь быстро и пройдет. Потому что тут не до кого, тут до себя. Например, человек заболел, ему тут же тяжко становится, тяжело, не в моготу, плохо и так далее. И он уже как-то не так относится к тем людям, которых он, казалось бы, любил до этого. Но о чем говорил Господь? О том, что все заповеди можно отнести к двуму. «Позлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем помышлением, старай подобный ей, позлюби ближнего своего, как самого себя». И на самом деле все христианские добродетели как раз из этих двух заповедей-то и проистекают. И все заповеди на самом деле тоже Божии. И тут как раз говорится о любви. Тоже вот о любви же мы сегодня говорим, в первую очередь. И мы видим, что самое главное – это любовь к Богу. И когда человек любит Бога и боится его оскорбить своими грехами, своими страстями, конечно, с ними борется и имеет надежду на то, что Господь ему поможет эти преодолеть недостатки свои. И имеет веру в то, что Господь его снивляет. То любовь к Богу помогает и преодолеть вот эти вот сложности. И любовь к ближнему из любви к Богу происходит естественным образом. И поэтому, когда что-то в жизни человека случается, который любит Бога, то он все равно продолжает любить ближнего. Вот как Серафим Саровский, преподобный, как он встречал всех людей. Он говорил «радость моя». Причем это не просто какое-то некое ритуальное приветствие. Это было состояние его души. Ну и были такие случаи в истории, когда даже вполне благочестивые люди пытались также повторить его вот эти вот слова и обращать к каждому человеку «радость моя», но на самом деле до конца любви не имея к ближнему, это как бы кончалось довольно печально, потому что это не было любовь излиянием до конца, не было излиянием их сердца. Поэтому, чтобы любить ближнего, надо любить к Богу, любить Бога. И поэтому вот об этом мы говорим. Поэтому почитанием вот этих мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии очень широко распространилось на Руси. Это самые распространенные, можно сказать, имена у нас. Почему мы их так называем, своих детей, своих близких этими именами? Потому что хотим, чтобы эти добродетели и в наших семьях тоже произросли. И когда мы нарекаем человека каким-то именем, то просим о том, чтобы покровитель наш, то есть через кого мы названы, помог нас распространить своих чад и нас, наших близких, в этих добродетелях и в первую очередь, конечно, самых главных, самых больших христианских добродетелях веры, надежды, любови. И матери их Софии, София означает премудрость, когда мы мудро пытаемся идти по жизни, и Господь нас тоже не оставит, если мы имеем на то желание. И нет такого греха, который бы Господь не простил, спекающемуся вечнику, но самое главное, мы должны сами к нему прийти. И порой мы живем, и, к сожалению, за советские годы люди отучили от христианской добродетели, христианской веры. И вот если почитать воспоминания, например, немцев во время Первой мировой войны, когда много солдат попало в плен в Германской империи, еще месяц в 1914-1918 годах, и сами описывают немцы, что с русским очень тяжело. С одной стороны, легко иметь дело, с другой стороны, тяжело, потому что, если какой-то христианский праздник, то весь лагерь военнопленных отказывается работать, потому что в такой праздник работать нельзя. Это было не просто какое-то обычное ритуальное действие, которое люди имели в силу того, что вот так они воспитывались, и так было положено. Это было действительно желанием в их сердце жить христианские добродетели. Когда прошли буквально какие-то 30 лет, то, к сожалению, за советские годы выросло новое поколение людей, которые вот это забыли. И то Господь не оставлял. И Господь даже в самых тяжелых испытаниях не оставлял людей, как вот Вторая мировая война великотично показала о том, что вера в Бога на самом деле произросла в сердцах людей. И даже там, и через вот эти испытания Господь привел людей к вере, и такой был на самом деле духовный подъем, несмотря на то, что многие жертвы были принесены в этой победе нашей над фашизмом. Тем не менее, в окопах, как говорят, неверующих людей нет. Господь в том числе через эти испытания людей привел к вере, потому что, опять же, цель нашей жизни не в том, чтобы сладко спать, вкусно есть и добиться там какого-то успеха абстрактного, а в том, чтобы сижать добродетель и благодать Божию, то есть быть Богом. И рано или поздно Господь постучится в сердце любого человека, и важно это услышать. А Господь постучится по-разному, через окружающих людей, через тех людей, с кем мы общаемся, через встречи, которые имеем, через какие-то книги, которые мы случайно читаем. А тот, кто не слышит таких уступов, к ним по-другому Господь будет стучаться, через какие-то немощи, поры болезни, наши или наших близких, когда человек может тогда задуматься о вере и о любви к Богу. Поэтому сегодняшние наши мученицы, вера, надежда, любовь являются нашими сегодняшними противодителями во всей нашей христианской жизни. И мы сегодня увидим примеры людей, которые носили эти пресветлые имена. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ